В России страшный скандал. Друг с другом сцепились бывалые пропагандисты. Сотрудник телеканала Соловьев Лайв Евгений Сатановский, который давно работает с Соловьевым, настолько устал слушать дичь, которую несет спикерша Российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, что сорвался буквально в прямом эфире. Он назвал Захарову алкоголичкой, обвинил ее в антисемитизме, а затем и вовсе стал оскорблять последними словами. Вот Маш Захарова, который в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая. Которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа. От тупости Захаровой не выдерживают даже ее коллеги по цеху. Согласитесь, это уровень. Так всех достать, что даже убывалых пропагандистов сдают нервы, это все-таки надо уметь. Само собой, после такого заявления Сатановского разразился страшный скандал. Соловьев перепугался, что сейчас ему могут урезать паек за такие выходки его сотрудника, и поспешил извиниться перед Захаровой, а также объявил, что увольняет Сатановского с телеканала. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и сердечественному полномочному послану господину Богданову и господу Захарову за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудникам нашего канала Евгению Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его ютуб-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерства иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем. И принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Уволить-то Сатановского можно, но вот сказанное им отменить, конечно, уже никак не получится. То есть мы видим, что фактически сотрудник российской государственной пропаганды открыто признает, что от имени российского государства, от имени российского МИДа, говорит антисемитка и алкоголичка, которая, ну, явно говорит зачастую в неадекватном состоянии, выступает в пьяном виде. И не то, чтобы мы как бы не догадывались об этом, понятно, что это все давно замечают, но одно дело, когда замечает кто-то со стороны, а другое дело, когда это подтверждает непосредственно человек, в общем-то, из ее круга общения, человек изнутри. То есть смотрите, что происходит. От имени государства, которое называет себя там ядерной сверхдержавой, претендует на какие-то лидирующие роли в мире, выступает, по сути, женщина пьющая, женщина, придерживающаяся диких антисемитских взглядов, женщина явно неадекватная и не очень умная. И вместо того, чтобы как бы прекратить это позорище и уволить ее, увольняют того, кто об этом говорит, хотя он произносит какие-то очевидные вещи. А Захарова продолжает оставаться, и она дальше работает, и она сама позорится и позорит свое государство. Согласитесь, это, конечно, прекрасно. Ну а в целом эпизод этот, он очень показателен, потому что мы видим, как грызутся между собой сотрудники российской государственной пропаганды, представители власти. И понятно, почему они грызутся, потому что им не нравится то, что происходит. Хоть они стараются об этом не говорить открыто, они говорят в эфире одно, а думают другое. Но мы видим, что они могут сколько угодно долго работать по методичке, но рано или поздно их все равно прорывает. И вот эти их истинные чувства прорываются наружу, потому что мы понимаем, что они видят прекрасно, что происходит. И им не нравится эта шизофреническая политика Кремля. Они понимают, что Путин явно неадекватен, что Россия проводит неадекватную политику. Поэтому некоторых из них, как мы видим, вот так вот периодически прорывает. И я думаю, что такие случаи будут повторяться. Подписывайтесь на канал, друзья.